Рок-клуб ленинградский клуб Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Ну вот мы прибыли в Санкт-Петербург. В 8 утра, все прекрасно. Вечером сели, утром здесь. А вы говорите Сапсан. Какой Сапсан? Красная стрела, самый лучший поезд. 23.55 отъехал, в 7.55 прибыл. Во! С комфортом, вежливо, вкусно, великолепно. Комфортно, воздух, температура, все классно. Погнали, дальше. Ну здравствуй, Питер! Город над вечной Невой. Как вам песенка Марка Бернеса, а? Великолепная! Ну здравствуй, Питер! Надеемся, что ты в этот раз нас порадуешь великолепными экскурсиями, вкусными ресторанами, интересными концертами и выставками про ленинградский рок-клуб, которому сегодня исполняется 40 лет. Погнали смотреть! Всем привет, люди добрые! Великолепный поезд, великолепное обслуживание. Мы пошли на экскурсии. Славный город Питер. Погнали! Елена Ванна, пошли! Ну, заходим в знаменитый московский вокзал Санкт-Петербурга. А в Москве отправляемся из ленинградского вокзала. Так что вот такие вот собратья. Здесь московский, там ленинградский. Они, честно говоря, конструктивно одинаковые, эти два вокзала. Такое соединение Москвы с Питером. И сейчас нас встретит наш хороший знакомый, прекрасный водитель, который всегда нас здесь встречает. и развозит нас по всяким экскурсиям. У него хорошая машина. Чистая всегда, аккуратная, хорошо пахнущая. И мы поедем в гостиницу Ренессанс Балтик. Пять звезд. Одна из лучших гостиниц города Санкт-Петербурга, которая находится на Почтамской улице. И я вам там уже немножко расскажу и про гостиницу, и покажем номер, в котором мы будем жить. А мы будем жить только в номере Делюкс. Самом лучшем. С видами на прекрасный город. Санкт-Петербург. Так что вот он. Московский вокзал Санкт-Петербурга. Ну, здравствуйте, Николай! Как вы тут? Все отлично, да. Уважаемый любитель рок-музыки, знакомьтесь. Это Николай. Самый лучший водитель Санкт-Петербурга, который знает его как пять пальцев, аккуратно, всегда, вежливо, быстро, находит любую точку. Поэтому мы с ними будем путешествовать три дня по Питеру, в нашем рок-путешествии с 40 лет Ленинградскому рок-клубу. Вот так вот. Все будет нормально? Конечно. Верю. Вот этому человеку я верю. Профессионализм не пропьешь. О, мастерство не пропьешь, это точно. Поехали, Лена. Ну вот мы и подъехали к нашему отелю. Редисон Балтик. Говорят, что это один из лучших отелей пятизвездных Санкт-Петербурга. Проверим. Местоположение хорошее. Тут рядом и Исаакий, тут рядом и Невский, здесь рядом Мариинский театр, Эрмитаж. Все тут рядом. Ну, самый центр. Улица Почтамская, дом 4. Про отель я вам расскажу немножко позже. Но повторюсь, нам сказали, что это один из самых лучших отелей. И номер мы взяли с видом на Санкт-Петербург. Вы скажете, зажрались буржуины, в лучших пятизвездных отелях селитесь. Какие его типа нахрен рокеры. Рокер должен быть нищим, голодным, немытым, нечесанным и ругать власть. На чем свет стоит? На что я отвечу. Волощук СД пришел в русскую рок-музыку, чтобы менять представление и публики о русских рокерах, и самих рокеров, о том, какими они должны быть, и к чему должны стремиться. У меня в примерах рокеров являются немного другие рокеры. Умытые, причесанные и живущие в лучших номерах, лучших отелей, ездящих на Роллс-Ройсах. И единственное, что они слегка голодные всегда, но не потому, что у них нет денег, а потому, что сидят на жесткой диете. И я вам перечислю некоторых из них. Сэр Пол Маккартни, состояние 1 миллиард 200 миллионов, проклятущих американских долларов. Боно из U2, состояние 700 миллионов кровавых американских долларов. Брюс Спрингстин и Элтон Джон по 500 миллионов, все тех же ненавистых американских долларов. Стинг 400 миллионов долларов. Мик Джаггер из Роллинг Стоунс 360 миллионов. Джин Симмонс из группы Киз и Ринго Стар, барабанщик из Битлз, по 350 миллионов зеленых американских рублей. Список можно продолжать и дальше, но я остановлюсь только на этих всем известных фамилиях. Не знаю почему, но мне хочется быть вот именно таким рокером. Поэтому я сразу стараюсь приучать себя к жизни рок-звезды. И селюсь обычно в самых лучших отелях, но чтобы как-то постепенно входить в роль русской рок-н-ролльной звезды нового типа. То есть захожу с другого конца. Поэтому пойдемте в отель, посмотрим, что он собой представляет. Не обманули ли меня по поводу того, что это один из самых лучших отелей? Пойдемте. Ну вот, вроде бы антураж, по крайней мере, холла неплох. Неплох. Красиво, современно. атриум сверху, воздуха дает, дает воздуха, такого простора. Посмотрим, что там дальше. Все, посмотрим, как нас встретят сначала. Пойдемте. Видите, сразу внизу тут барчик, сразу фойе. Уже можно сразу же попить кофейку и соку. Здравствуйте, люди добрые. Вот мы прибыли из Москвы, знаменитый рок-музыкант. Хотим поселиться в вашем великолепном отеле. Нам сказали, что это самый лучший отель в Питере. Не обманули? Елена, не обманули, говорят. Моя фамилия Волощук СД. Посмотрите, пожалуйста, куда мне идти? О, так, скажите, где самый лучший номер и туда мне отправлять? Сейчас найдут самый лучший номер. Сказали, что для Волощук СД только лучшие номера. Других нельзя, потому что такие почетные гости. Потом таблички на номерах вешают. Правильно? Вот, вот, говорит, все верно. Потом, говорит, повесим табличку. Тут жил Волощук СД, звезда русского рок-н-ролла. Я не ошибаюсь? Возможно. Не ошибаюсь, говорит. Ждали, говорит. Ждали, не могли дождаться, когда же вы приедете. И вот, наконец-то, это свершилось. Это свершилось. Люди добрые. Пожалуйста, это ваши ключики. Номер будет у вас на пятом этаже. Мой коллега поможет вам с багажом. Приятного проживания. Благодарю. Ну что? Холл на этаже вроде бы симпатичный. Симпатичный, глядя, как хорошие. Ковроличик хорошие, такие фоточки прекрасные. Прямо. Мне нравится. Нравится, нравится. Запах хороший. Пойдем. Нас встречает сам Сергей Александрович. Хотя, он, как вы помните, закончил в Англитерии. Тут тоже недалеко. Но встречает. Чувствует, что проехала русская звезда. родственная душа, которая тоже стихи сочиняет. Питается, по крайней мере. А вот и наш номерок. Зово 17. Пойдемте. Ну что, вроде бы неплохо. По крайней мере, место для ночлега неплохое. Это уже радует. Это уже радует. Светильничек хороший. А для меня это очень важно. почитать на ночь что-нибудь интересное. Это очень важно. Видите, какой интерьерчик прикольный. Очень-очень интересный. Очень интересно. На обои интересные. Видите, с текстами всякими. Неплохо. Неплохо. В целом, неплохо. Вот так бы я сказал. Ну видите, и на обоях стихи с переводом. Вот сейчас зачитаю вам. Город спит, окутан мглою, чуть мерцают фонари. Там далеко за негою вижу отблески зари. Александр Блок. Или дальше. Священный сумрак белой ночи, неумолкающий прибой, и снова вечность смотрит в очи гранитным сфинксом над Невой. Георгий Иванов. Дальше. Вновь Исааки в вовлачении из литого серебра стынет в грозном нетерпении конь великого Петра Анна Ахматова. И мы охвачены тою же самую обрелою верностью тайне, как раскинувшийся панорамою Петербург за него бескрайний. Борис Пастернак. Ну вот. Не зря приехали. Ради этих цитат вот сюда в этот номер надо было поселиться, чтобы вспомнить о русских великих поэтах, которые здесь жили и творили. Я думаю, мы про них что-нибудь здесь снимем, объедем, посмотрим памятные места поэтические. А может быть, даже и сочиним хорошую песню про поэтов питерских. Вот так. Ну что здесь есть? Здесь все есть для жизни. Вот так бы я сказал. Это, конечно, не апартаменты, но ничего. Все есть. Кофе, чай, все на месте, кофеварка, большой телевизор. Хотя мы его и не смотрим никогда, но тем не менее есть. Пойдемте глянем, что там за вот этими потайными дверями. переглянем что там. О! О! Тут небольшая небольшая такая кладовочка. Она же гардероб с вешалкой, с халатами, с утюгом, гладильной доской. Все есть. Ну и конечно же здесь есть на крайний случай всякая еда. Вдруг проголодается рокер знаменитый. А тут ему всякая красотень и шампанское и вино и Чивас Ригал. Все есть. даже даже чипсики красненькие стоят аккуратненько в углу. Самая главная еда русского рокера на гастролях. И всякие сникерсы с Рафаэлами и арахисом. Все есть. Для рокера все есть. Для гастроля. Ну видите как великолепно. Здесь есть даже сейфик. куда можно прятать заработанные на гастролях деньги. Мульоны. Мульоны. Туда помещаются мульоны. Если в десятитысячных пачках долларовых то мульон поместится где-то. так что прекрасный отель. То есть можно спокойно гастролировать и быть уверенным что вечером ты от голоду не помрешь и заработанные деньги надежно упрячешь в сейф. давайте посмотрим санузел что здесь ну что неплохо не все есть умывальник всякие шампуни туалет и хороший просторный душик видите я такие люблю когда можно стоять не залазить в ванну а просто стоять на полу это классно самое удобное военно-морское я первый раз таки увидел на кораблях там было неожиданно потому что советский сейчас привык к чугунной ванне он залазил в нее и там набирал воды и мылся и потом когда я первый раз попал на корабль там просто на полу душ и дырка по лугу куда вода утекает и это было непримуще без без этого ограждения ванны а теперь наоборот я полюбил это все когда прямо на полу я их называю военно-морской душ это классно и видите они везде что на обоях что здесь приводят цитаты всяких поэтов здесь вот Самоин Маршак написал давно стихами говорит Нева страницей Гоголя ложится Невский весь летний сад Онегина глава о блоке вспоминают острова а по разъезжей бродит Достоевский я всегда считал что это город не только камней каменный европейский город но и город поэтов которые вроде бы находятся в этой каменной такой столице не живой на самом деле она порождает живое цветущее творящее вот пример и поэтому владельцы гостиницы это уловили видите везде на обоях здесь цитаты и стихов нас встречал Есенин ну если приподняться повыше и подойти к окну и подняться повыше то хороший вид на петербургские крыши тут знаете тут экскурсий много по петербургским крышам может быть мы на такой экскурсии побываем и прекрасный вид конечно же на Исаакии то есть святое место Исаакии рядом не обманули по поводу места хорошее место самый центр ну а какова гостиница мы уж пройдемся потом посмотрим по ресторанам по барам по кофейням по их у них тут есть и кофейня и бар и ресторан на первом этаже ресторан есть на седьмом этаже и открытая веранда но она сейчас говорят закрыта посмотрим все расскажем из жизни русской профессуры из жизни докторов наук истории вам без цензуры расскажет рокер Валащук Валащук Валащук